По традиции заседание ученого совета началось с награждения студентов и сотрудников вуза за достижения в науке, образовании, культуре и спорте. Студентка Ксения Вышегородцева в составе команды по чирлидингу «Мохито» ездила на соревнования по чирспорту в Москву, защищать честь ЮРГУ. Команда заняла первое место. Я люблю танцевать, я занимаюсь танцами с 7 лет, уже давно занимаюсь танцами и это мое хобби. Меня сегодня впервые награждал ректор за участие в конкурсе. Эмоции переполняют. Большое количество наград получили и представители студенческих отрядов ЮРГУ. Ребята участвовали в четвертом всероссийском конкурсе профессионального мастерства студенческих отрядов проводников в Москве. Конкурс проходил в два этапа. Сначала был практический этап, теоретический, практический этап, а потом творческий этап. Творческий этап больше понравился, также практический этап очень хорошо был организован. Сейчас я стал командиром отряда и нужно поддерживать планку и доказать, что мы лучший отряд проводников Челябинской области. Основная тема заседания ученого совета – выполнение дорожной карты программы повышения конкурентоспособности университета на 2018-2020 годы. Ректор ЮРГУ подвел итоги, обратил внимание на проблемы и недостатки в этой работе и определил основной вектор развития вуза. Это цифровая индустрия, цифровая трансформация университета, это электронное развитие электронного образования, это развитие медико-биологической школы университета, это развитие аэрокосмического инжиниринга. Делается ставка на крупные проекты, на работу с крупными корпорациями, которые решают глобальные задачи, и на работу с зарубежными учеными, соответственно, которые являются ведущими специалистами в мире в этой области. Мы поставили достаточно серьезные, амбициозные задачи в этом плане, и если мы ее в основном выполним, то это будет большой шаг в развитии университета. Основные направления развития вуза на ближайшие годы нашли поддержку у членов ученого совета, руководителей институтов и высших школ ЮРГУ. Те пункты, которые обозначены в дорожной карте развития нашего университета, они, безусловно, будут способствовать развитию нашего университета в ближайшие годы. Ну а архитектурно-строительный институт, он с 2016 года начал реализацию элитного образования, и на сегодняшний день это элитное образование, оно достаточно успешно реализуется. С предложением об открытии новой магистрской программы «Умное образование. Технологии. Менеджмент. Экспертиза. ЭО» на заседании ученого совета выступил директор института открытого и дистанционного образования Александр Дёнов. Мы сейчас хотим готовить педагогов с точки зрения цифровизации образования. Делать определенный задел на свое будущее, на наш взгляд, это перспективно, и за этим будущее. Таким образом, опираясь на результаты текущей деятельности, учитывая возможные трудности и риски, ученый совет университета ориентирует весь коллектив ЮРГУ на успешное решение глобальных задач, стоящих перед современной системой высшего образования.